Анастасия работает в заведении общепита недавно, но на вакцинацию отправилась одна из первых. О коронавирусной инфекции и ее последствиях она знает не понаслышке. У меня переболела мама, переболела очень тяжело. И такое пережить, это очень тяжело. На новом рабочем месте Анастасия только осваивается. Сходить в поликлинику на вакцинацию у нее нет ни времени, ни возможности. Мобильная прививочная бригада пришлась как раз кстати. В больницу это надо записываться, толкаться в очередях. Не, мобильную выезд это очень удобно. И очень здорово, что это сделано. Вместе с Анастасией в этот раз провакцинируют ее 14 сотрудников. В планах у руководства заведения в скором будущем мобильную вакцинацию среди своих сотрудников повторить. Чтобы не болели, чтобы коллектив сохранялся и никто не выпадал из графика. Чтобы коллектив работал. Процедура прививки на выезде не отличается от того, что делают в поликлинике. Перед вакцинацией врач опрашивает работников. Специалист должен убедиться, что у пациента нет противопоказаний к вакцинации. После проверяют давление, сатурацию, пульс. Если при опросе у работников выявляют противопоказания к прививке, их к вакцинации не допускают. Но такое случается очень редко. Противопоказаний не существует практически. Это только выраженные аллергические реакции. Отеки к венке, когда в анамнезе, анафилактический шок. Затем обострение хронических заболеваний, я сказала. У массовой вакцинации на предприятиях промышленности и торговли одна цель – создание зеленых безопасных зон для потребителя. По двинственным нам учреждениям и организациям привито более 3000 человек.